Вновь я иду к своей любимой Зурной Ней, или по-русски к прабабушке. Каждый раз, когда я бываю у неё в гостях, она мне рассказывает истории из своей жизни, делится жизненным опытом и даёт полезные советы. Она очень интересный человек, и мне захотелось познакомить своих ровесников с историями своей любимой Зурной Ней. Вот в годы войны я всё-таки стала пионеркой, а пионеры принимали только хорошо учащихся, значит, я хорошо училась. Галстук мой, один-единственный, даже с маленькой дырочкой, сохранился. И я хочу подарить своему правнуку. Можно завязать? Да, давайте. Вот. Будь пионером, будь честным человеком. Будь готов. Всегда готов. Вот. Поздравляю, пионер. Когда мы учились в годы войны в разных школах, у нас пионерская, комсомольская организации работали, работали всегда. В институт я поступила, педагогический институт, филфак. Это здание находилось ещё на коммунистической уголе Зинцова. Хорошо училась тоже. Всё лето работала в пионерском лагере. Обязательно всё лето, все три месяца в пионерском лагере и стипендию получала, на этой прожила. И когда я ещё училась, вечерний университет, рабкоров закончила. Тогда назывались они не журналистами, а рабкоровцами. Это книжечка Союза журналистов у меня есть. Я писала некоторые статьи в газету «Ленинец», а потом как-то начала работать в школе, эту работу я бросила. Я вообще состояла в Союзе журналистов. Ну, потом в институте, по-моему, я поступила в комсомол. Даже секретарём комсомольской организации была. До 28 лет я была комсомолкой. И до сего времени, до 91 года я и не потеряла ни значка, ни комсомольского билета. Они у меня всегда сохранились в сердце. Вообще-то я была всегда преданной своему государству человек. И поэтому в этом отношении я была очень аккуратная. Я вела драматический кружок, драматический и художественный ансамбль. То есть мы выступали во многих клубах и даже в русском драматическом театре. В русском драматическом театре мы со своим коллективом, драматический кружок, поставили пьесу Островского «Гроза». И вот мы там заняли первое место. Вот сейчас в моей руке директорское напоминание. Пока я приехала с работы, он уже повесил в коридоре своё поздравление. Драматический коллектив школы занял на смотре первое место в городе. В этом заслуга только товарища Исламгалеевой Фильза Акрамовны. Благодарю за её большой труд и инициативу побольше бы таких учителей в школе. Директор школы номер 25 Дубровкин. Я очень ценю такие вещи, хотя на простой бумаге, без печати, безо всего от души написанное. Ну, таких выступлений у нас было много. Танцевальные кружки у меня занимали первое место. И потом, какие произведения изучали мы в школе, обязательно на школьной сцене мы всё это драматизировали. Поэтому я очень много времени уделяла работы после школы. Репетиции, репетиции, всякие репетиции. Одним словом, в общем, всю свою жизнь все силы отдавала я школе. Ну, в этом я, как говорится, очень рада. Не раскаиваюсь. Всё хорошо. Это награды, читать за что и как я получила их, очень много времени пройдёт. Здесь грамоты, почётные грамоты от министерства, от профсоюза, от Дома культуры, от правительства. Правительственные награды есть из министерства, Горано, Рано. Но много их, слишком много их. Сейчас очень много учеников работают в очень хороших должностях. Заведующая Рано, Рано, Ленинского района, как раз моя выпускница. Директор 74-й школы Римма Асхатовна, моя выпускница. В стоматологическом управлении главный врач Сухова, моя ученица. Очень много учителей, очень много видных людей. Ну, были такие, которые, конечно, вышли на нет. Тоже такое бывает. Я любила себя очень в свою работу. И до сих пор скучаю по работе. И постоянно беру книжки какие-то, у меня их много, то Тостоевского, то Горького, то Шолохова. Читаю, перечитываю и плачу. Скучаю по школе, несмотря на то, что уже мне очень-очень много лет. Мне уже 91-й год. Слава тебе, Господи! Прожила я неплохо. Ну, вот сейчас, конечно, молодёжь, я вижу, она очень разная. Я не могу сказать, что все очень плохие, плохая молодёжь. Среди них есть очень хорошие, но есть и звон рук плохие. Мне кажется, может быть, моё только мнение, это дети тех детей, которые родились и росли в 90-е годы, когда рушился Советский Союз. Вот эти родители сами были свободными, что хотели, то и делали. Им нужна была только свобода. Мы все правы, мы можем, мы хотим, мы что хотим, то и делаем. И вот своих детей таким же образом стараются воспитывать. Но вот в последнее время я замечаю молодёжь. Немножко, я ещё молодёжь ещё скажу, немножко молодёжь стала лучше. Вот когда проходят старушки по дороге или не могут подняться в трамвай, тут же прибегают молодые люди и тут же помогают, сумку берут и помогают зайти в трамвай или перейти на улицу. Я очень много видела этот раз и очень этому я рада. Но есть такая молодёжь, которая исковеркает какие-то слова. Слова какой-то ненадёжный, непонятный нам язык придумывают. Пристают друг к другу и ни с того ни сего, начиная играть якобы, начинают валить друг друга и пинать. И потом в школах какие-то дурацкие какие-то появились. Человек, девушку, мальчика, которого ненавидят, выводят нас и групповое биение. И причём к учителям есть тоже немножко у меня претензии. Передают урок, понял, не понял, звонок прозвенел, до свидания и пошёл. Мы так не делали. Было такое. Узнаёшь, кто-то не прочитал произведение? Ага. Ты садись, оставайся. Класс закрывала я. Сама тетради проверяла до вечера и заставляла пять человек сидеть и читать это произведение. И когда они прочитают, расскажут мне правила, тогда я открывала класс и выводила. Сейчас что? Ну, пусть репетитор занимают, пусть мамой занимаются. Так ведь тоже нельзя. Учителя в этом тоже, конечно, виноваты. Конечно, школа должна воспитывать. Учитель не должен давать только уроки, показывать, рассказывать, как пишется то или иное слово, а быть классным руководителем, знать, чем дышит ребёнок, почему читает, почему не читает, каковы отношения с родителями. Вот такого сейчас очень мало. Это нужно просто, необходимо восстановить. Послушав свою любимую журнаны, мне пришла мысль в голову, что, несмотря на тяжёлое военное детство, она выбрала быть порядочным гражданином, стала заслуженным учителем республики Башкортостан и сделала много полезного для нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова